Девушки отдыхают 18-летняя девушка больна ВИЧ-инфекцией. Молодой человек умышленно заразил ее смертельным вирусом. Прокуратура утверждает, что он руководствовался холодным расчетом и хотел отомстить отцу девушки, врачу-травматологу городской больницы. Но гораздо важнее, что думает по этому поводу сама девушка. Прошу всех встать, суд идет. Здравствуйте, прошу садиться. Рассматривается уголовное дело по обвинению Игоря Васильевича Осколова в умышленном заражении другого человека ВИЧ-инфекцией, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, Наталья Ивановна, доложите о явке участников процесса. Все присутствуют, Ваша честь. Благодарю вас. Подсудимый, встаньте. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Назовите вашу фамилию, имя и отчество. Осколов Игорь Васильевич. Вы родились в 79-м году? Да. Чем вы занимались? Какое образование получили? Я учился в Институте нефти и газа. Полтора года назад бросил. Скажите, пожалуйста, какими заболеваниями вы страдаете? Вирус иммунодефицита человека. Когда был вам поставлен этот диагноз? В мае 2003 года. Подсудимый, в этом процессе председательствует федеральный судья Сергей Анатольевич Пашин. Государственное обвинение поддерживает прокурор Марина Борисовна Улищенко. Вашу защиту осуществляет Александр Станиславович Трещев. И протокол судебного заседания ведет секретарь Наталья Ивановна Воропаева. Вы имеете право заявить названным лицам отвод. Желаете заявить кому-нибудь отвод? Пожалуйста, выслушайте разъяснение ваших прав. Вы имеете право на защиту. Вы можете лично участвовать в этом процессе. А это значит, что вы вправе представлять доказательства, давать показания или отказаться от дачи показаний. Вы можете заявлять ходатайство, приносить жалобы и возражать против моих действий. Ваши возражения будут внесены в протокол судебного заседания. Вам понятно разъяснение прав? Прошу вас, садитесь. Слово для изложения предъявленного подсудимому обвинения предоставляется прокурору. Прошу вас, Марина Борисовна. Уважаемый суд. Преступление по части 2 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации совершено подсудимым Осколовым при следующих обстоятельствах. У подсудимого Осколова в мае 2003 года обнаружили вирус иммунодефицита, которым он заразился, предположительно, от своей сожительницы Евгения Нифонтова. Она не сожительница, она жена. Подсудимый, потрудитесь не перебивать государственного обвинителя. Так, предположительно, от своей сожительницы. Вместо того, чтобы начать лечение, подсудимый решил во что бы то ни стал найти и наказать виновника всех своих бед. Объектом своей ненависти он выбрал Анатолия Эрнестовича Беккера, на тот момент заведующего травматологическим отделением больницы, где когда-то лежала Евгения Нифонтова. Движимый слепой жаждой мести, Осколов стал следить за Беккером, собирая сведения о его личной жизни. Когда Осколов узнал, что у Беккера есть 18-летняя дочь Анастасия, план изощренной мести окончательно сложился в его голове. Подсудимый, заранее зная, что он является носителем вируса иммунодефицита, стал тайно встречаться с девушкой, постепенно завоевывая ее расположение. Когда Анатолий Беккер узнал об их связи, ему пришлось заставить ничего не понимающей девушку сдать анализы. У Насти обнаружили ВИЧ-инфекцию. Благодарю вас. Подсудимый, встаньте. Вам понятно, в чем вас обвиняют? Да, мне-то понятно, а вот вам непонятно. Все не так было. Мы постараемся разобраться. Вам понятно, а теперь ответьте на другой вопрос. Вы признаете себя виновным или нет? Да, да. Признаете себя виновным? Не так все было. Потому что я должен был сделать вот так, как сказали сейчас. То есть все-таки вы не признаете себя виновным? Да. Нет в смысле. В смысле нет. Садитесь, пожалуйста. Желает сторона защиты выразить отношение к предъявленному обвинению? Да, Ваша честь. Уважаемый суд, перед нами человек, который пережил глубокую личную трагедию. Девушка, которую он искренне любил, умерла от СПИДа. Сам же он оказался заражен ВИЧ-инфекцией. При этом общество встретило его в штыки. Он не нашел там ни сочувствия, ни понимания. Но, тем не менее, защита убеждена в том, что этот человек способен на глубокие и искренние чувства. Вашему подзащитному есть что сказать о сути обвинения? Значит, будете говорить? Да. Статья 51 Конституции позволяет вам молчать и не давать показаний по этому делу. Вы будете давать показания? Буду. Хорошо, мы вас слушаем. Я должен был это сделать. Потому что ей было всего 22 года, когда ее убили. Это вы о ком подсудили? О каком? О Жене? Это объявление Нифонтона. Ну да, да, да. Никто ее не убивал. Она от СПИДа умерла. Где она умерла-то? Ее же заразили. В больнице. Она в аварию попала тогда еще. Когда это было? В осенью 2002-го. Да, она попала в аварию. А скажите, пожалуйста, когда у Евгении обнаружили СПИД? В марте. В марте какого года? В 2003-го года. Значит, в марте 2003-го года. А у вас? Да. У меня в мае. Это того же года. А почему вы решили, что Евгения заразилась СПИДом именно в больнице? Где еще заразиться-то? Она... Я у нее один был. Ни с кем она не гуляла. Когда ей сделали операцию, и через полгода у нее обнаружили вирус. Ваша честь. Да. Ваша честь, обращаю ваше внимание, в деле имеются документы, у меня копии. Никакого вируса СПИДа в крови, который переливали Нифонтовой, не было. Подделали документы! Вы чего? У нас же подделать документы, это расплюнуть. Они подделали документы! Вы бы успокоились, подсудимый. Извините. И говорили бы спокойно. Чистенькими остаться кому не хочется-то? Будут вопросы еще к подсудимому? У меня будут вопросы. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы прожили вместе с Евгением? Три года. Три года. У нее были связи на стороне? Нет. Ну, а у вас были какие-то связи на стороне? Нет, конечно! А когда вы начали с ней встречаться? Это было осенью. Осенью какого года? 99-го. Спасибо, спасибо. То есть это было осень 99-го года? Ну, да. Ваша честь, я прошу приобщить к материалам дела. Справка, выданная, анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Анализ отрицательный. Справка была сделана в феврале 2000-го года. А это говорит как раз о том, что когда они начали встречаться, он был абсолютно здоров. Согласна сторона обвинения? Я не возражаю, но у меня будут вопросы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а ваши подруги... ...буходатство адвоката? Да, извините. Пожалуйста, ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, ваша подруга до попадания в больницу сдавала анализ у нас спид? Зачем? Ответьте на вопрос. Нет, я был один у нее. Она когда-нибудь сдавала анализ у нас спид? Ну, не сдавала! Послушайте, отвечайте четко на поставленные вопросы. Хорошо. Сдавала, не сдавала? Нет, нет. Хорошо, у меня нет больше вопросов. Благодарю вас. У адвоката будут вопросы? Нет, ваше честь. Нет. Спасибо вам за данные показания. Вы можете сесть. Полагаю, мы могли бы вызвать первого свидетеля. Анатолий Эрнестович Беккер. Пригласите его, пожалуйста. Свидетель Анатолий Беккер. Ваша фамилия Беккер. Зовут вас Анатолий Эрнестович, правильно? Да. 1957 года рождения, правильно? Да. Вы вдовец и вы отец Анастасии Анатольевны Беккера, потерпевшей, правильно? Да, правильно. В Российской Федерации отказ от дачи показаний и дачи ложных показаний считаются преступлениями. Вам это понятно? Это понятно, ваше честь. Понятно. Да. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимым? В 2002 году, в сентябре, к нам поступила после автоаварии, сильнейшей просто, автоаварии, в тяжелейшем состоянии, Евгения Нифонтова. Случай был настолько серьезный, что нужно было операцию делать просто, будем говорить, мгновенно. Речь шла буквально на секунды. Мы сделали сложнейшую операцию. сделали переливание крови, практически спасли ей жизнь. Вот этот вот. Игорь Васильевич. навещал ее, благодарил нас за сделанную операцию и даже предлагал деньги. Но вы деньги взяли-то? Деньги я не беру ни с клиентов, ни с их родственников, ни с кого не беру деньги. Прошло некоторое время, и он ко мне заявился и сказал, что мы заразили его девушку с ПИДом, синдромом приобретенного иммунодефицита, и начал угрожать практически. Просто нес какой-то бред. Просто бред нес. Какой бред? Не так, что ли? Подсудимый, успокойтесь и свидетелей не перебивайте. Когда к вам обращается судья, надо вставать. Подсудимый, встаньте, пожалуйста, я с вами разговариваю. Я вам разъяснял ваши права, у вас есть еще и обязанности. Эта обязанность одна. Соблюдать порядок в зале судебного разбирательства. Если вы будете нарушать порядок, я вас просто удалю. Это понятно? Да. Сядьте, возьмите себя в руки. Ваши есть вопросы? Да. Скажите, а вы применяли к нему насилие? Я просто вызвал санитаров для того, чтобы они взяли его под белые руки и отвели за дверь больницы. И все. То есть, свидетель, вы грубо выставили вон человека, который имел к больнице обоснованные претензии? К больнице претензий. У него не было никаких оснований иметь. Совершенно не было никаких оснований. Ваша честь, защита намерена доказать, что у подсудимого были все доказательства того, что он имел законные претензии к больнице. И вам это хорошо известно? Хорошо известно. Мы спасли пациентке жизнь. Что еще надо? Мы буквально вытащили ее из лап смерти. Какие еще могли быть претензии? У нас все документы имелись для того, чтобы показать, что она не могла заразиться. Не могла заразиться. Нет, ну как документы это? Подсудимый. Еще одно предупреждение. Нет, ну если документы подсудимые. Еще одно предупреждение подсудимый. Продолжайте, пожалуйста. Продолжите вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вы подтверждаете, что он вам угрожал. Я имею ввиду подсудимого. Да. А какой характер носили эти угрозы? Убить. Закопать в землю. Все, что угодно сделать. Но по части моей дочери, я даже не знаю, я даже это и не мог себе представить, что это может быть так. 18-летняя девушка больна ВИЧ-инфекцией. Молодой человек умышленно заразил ее смертельным вирусом. Прокуратура утверждает, что он руководствовался холодным расчетом и хотел отомстить отцу девушки, врачу-травматологу городской больницы. Но гораздо важнее, что думает по этому поводу сама девушка. Скажите, пожалуйста, а вы знали, что он следит за вами, фотографирует, выясняет какие-то факты из вашей личной жизни? Нет, к сожалению, я этого не замечал. Если бы я заметил, я бы, конечно, принял какие-то меры, в общем-то. Понятно. Скажите, а как вы узнали, что он встречается с вашей дочерью? Однажды я ехал на машине и вижу, он ведет ее за арку. Я подъехал, дал ему по морде, забрал дочь и отвез домой. Свидетель, скажите, а как вела себя ваша дочь, когда вы ее посадили в машину и повезли домой? Ну, она рыдала, говорила, что жить без него не может, не представляет себе без этого негодяя жизни. Просто не представляет. Ну, девушка 18 лет. Ну, что вы сами сказали, она уже совершеннолетняя и вправе сама распоряжаться своей личной жизнью. Разрешите вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, вы настояли на том, чтобы ваша дочь дала анализы на СПИД? Да, я настоял, потому что я видел, как она с ним, как она его любит. Естественно, конечно, реакция такая, что я решил проверить ее на ВИЧ-инфекцию. Понятно. Каковы были результаты? Ну, результаты были, будем говорить, плачевные. Он заразил ее. Понятно. Заразил ее просто СПИДом. Как ваша дочь на это отреагировала? Ну, она сначала в панику ударилась, что называется. Начала плакать, рвать, говорить, что это невозможно просто было сделать что-то, так сказать, это не может быть такого. Я показал ей результат анализов, это действительно так. Этот негодяй, вот он просто специально это сделал, чтобы отомстить мне. А ты как мою Женьку заразил? Че, не знаю, что ты про нее думаешь? Возьмите себя в руки. У нас все документы есть о том, что больница не имела никакого отношения к заражению твоей девушки синдромом приобретенного иммунодефицита СПИДа. Если у прокурора больше нет вопросов... Нет, ваше честь. Да, ваше честь. Адвокат? Скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете обычным травматологом в одной из больниц. Да. Ну, а почему же вы ушли из такой престижной должности, заведующей травматологическим отделением городской больницы? Меня уволили. По каким причинам? Я совершил должностное нарушение. Какое же? У нас есть банк, банк крови. Мы, конечно, ее проверяем сразу. Это первое. И по инструкции в банке крови плазма должна храниться полгода. Только после этого мы еще раз проверяем кровь. И тогда уже можем делать переливание. Но в данном случае мне пришлось немного раньше времени использовать эту кровь. Ну, часто вы это делали? Два раза. Два раза. То есть неоднократно совершали должностное нарушение. Речь шла о жизни и смерти. Мне пришлось это сделать. Я не мог иначе поступить. Иначе его пациент просто умер. А вы не можете назвать имя второго пациента, когда вот вы сделали это переливание крови? Этот пациент Евгений Нифонтовый. Да я же говорил вам! Тишина! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ту кровь, которую вы переливали Нифонтовой, впоследствии, после шести месяцев, вы ее еще раз проверили на всяческие инфекции? Да, мы эту кровь проверили. И оказалось, что она совершенно нормальная. Кровь, кстати, очень редкая. Первой группы. Резус-фактор отрицательный. Поэтому, собственно, так вот и получилось. Понятно. Ваша честь, еще раз обращаю ваше внимание, что в материалах, и внимание своего коллеги, что кровь, которую перелили Нифонтовой, не содержала вируса СПИДа. Это же это подделка! Это подделка! Вы что, я же знаю, что он мне про Женю говорил, но я шлюха считал! Вы что думаете? Документы в деле имеются подсудимых! Она заразилась совершенно в другом месте, до операции. И тебе это, в конце концов, должно быть известно тебе. Должно быть известно, что она была больна еще до того. Я рисковал своей жизнью, делая ей эту операцию. Документы есть, все предоставлены в документы прокурору. Я призываю к порядку. Ведется протокол, когда вы говорите хором, секретарь просто не успевает. Я удостоверяю, что такие документы в деле имеются. Ссылка прокурора правильная. Пожалуйста. Ваша честь, разрешите. Я прошу приобщить к материалам дела данные документы. Это документы, говорящие о том, что свидетель Бекер несколько раз нарушал должностные инструкции. Это стало известно благодаря стараниям подсудимого. Когда он пришел и получил отказ в получении документов, он написал жалобы, обращался в вышестоящие инстанции. И только благодаря этому такие факты были установлены. Будут ли возражения против приобщения этих документов? На ваше усмотрение, Ваша честь. Я не считаю, что все это имеет отношение к делу. Все имеет отношение к делу, коллега. Все имеет отношение к делу. Коллеги, раз нет возражений, я удовлетворяю Ваше характерство. Документы приобщаются. Есть еще вопросы к свидетелю? Нет, Ваша честь. У вас? Спасибо вам за данные показания. Вы можете сесть в первом ряду, пожалуйста. Вызывается свидетель Осташкова. Свидетель Осташкова. Вас зовут Лидия Степановна Осташкова и родились вы в 67-м году, правильно? Да. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Это вам понятно? Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы работаете старшей медсестрой травматологического отделения городской больницы номер 823? Да. Разрешите? Да. Скажите, что вы можете показать суду по поводу вашего бывшего руководителя, доктора Беккера? Анатолий Эрнестович очень порядочный человек. По поводу его я ничего плохого не могу сказать. Вам известно, что ваш шеф Анатолий Беккер нарушал должностные инструкции и использовал при переливании кровь из банка раньше положенных сроков? Вы понимаете, там дело такое было сложное. Я как поняла, что девушка умирала, это жизнь прям на секунды буквально все это шла. И поэтому он не мог, наверное, по-другому поступить. Я так думаю. Поэтому пришлось просто, пришлось. Но потом же мы проверили эту кровь. Она же не оказалась ВИЧ-инфицированной. Так что же, кровь выходит дело использовали на авось. Не на авось. У нас доноры одни и те же. Каждый год мы этих людей всех знаем. Они все проверенные, понимаете. Не могла девушка заразиться. Я как старшая медсестра за этим всегда смотрю. Но никогда такого, ни одного случая такого не было и не будет. Тебе сколько заплатили-то, а? Подсудимый, не переливайте свидетелей. А чего же тогда вашего шефа уволили Беккера? Ну вот, во-первых, Осколов все виноват. Из-за него его и уволили, понимаете. Все это началось, и все это стали рассматривать. Но он просто не мог по-другому поступить, понимаете. Ну как вы думаете, если человек умирает, он будет стоять, ждать. Либо он умрет, либо его спасти. Как вы думаете? Когда его увольняли, этот наш главврач даже плакал. Потому что таких хирургов, как Беккер, их просто по пальцам пересчитать. Он столько жизней спас. И еще бы мог спасти, а его уволили. Спасибо, Лидия Степановна. Займите место, пожалуйста, в первом ряду. И мы вызываем Светлану Михайловну Нифонтову. Светлана Михайловна Нифонтова, правильно? Да. С 49-го года рождения. Да. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Это понятно? Понятно. Понятно. Правильно ли я понимаю, что вы пенсионерка? Да. И вы мать покойной Евгении Нифонтовой? Да. Какие у вас отношения с подсудимым? Да для меня он как сын. Когда Женечке не стало. Когда Женечке не стало. Для меня он был и остается самым близким человеком. С честь разрешить вопрос. Да, пожалуйста. Свидетель, скажите, пожалуйста, что вам известно об отношениях моего подзащитного и вашей дочери Евгении? Каковы они были? За три года их совместной жизни я никогда не чувствовала, чтобы у них были какие-то ссоры или размолвки. Они очень, они очень-очень любили друг друга. Игорь очень внимательный был, очень добрый. Я считала, что у них когда-то будет хорошая семья и будут счастливые дети. Я верила в это. Я считаю, что и после того, как случилась авария, он был очень, он был очень добр к ней. Он никогда не отходил от нее. Все нормально, все хорошо. Игорюша. Я считаю, что они очень любили друг друга. Потом, когда это авария. А потом еще одно горе, которое случилось. Когда в больнице ее заразили этой страшной болезнью. Вы же не можете наверняка знать. Протестую, Ваша честь. Вы оказываете недоверие и давление на свидетеля. Но это же домыслы, это ее предположение, что ее там заразили. Я отклоняю протест. Вы оказываете давление. А где же вы могли ее тогда заразить? Подождите. Простите. Я отклоняю протест, потому что выводы свидетеля, основанные на догадках, юридического значения не имеют. Скажите, пожалуйста, вам действительно Игорь поклялся отомстить за смерть вашей дочери? Да. Я считаю, что это нельзя оставлять безнаказанным. Игорь поклялся мне, что... Простите, что он обязательно накажет виновных смерти моей дочери. Стороны выяснили все, что хотели? Да, больше вопросов нет. Спасибо, Светлана Михайловна. Сядьте, пожалуйста, в первом ряду и не уходите, пока вам не разрешат. Может быть, будут какие-то еще вопросы. Для дачи показаний приглашается свидетель обвинения Марина Александровна Рыбакова. Свидетель Рыбакова. Светлана Михайловна. Рыбакова Марина Александровна, 79-го года рождения. Правильно? Да. Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Это вам понятно? Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы учились с Евгенией Нифонтовой в Институте иностранных языков. Правильно? Да, все верно. Правильно. Вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, а в каких отношениях вы были с Евгенией Нифонтовой? Ну, мы с ней были подругами, учились вместе. А Осколов вам известен? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а что вам известно? Евгения встречалась с кем-нибудь помимо Игоря? Да, она действительно встречалась не только с Игорем, но с Игорем у нее было все достаточно серьезное. Это, знаете, так, провести время. Был у нее друг один из Сомалии или из Руанды, я уже не помню сейчас. Ты что вблешь-то, а? Господин Осколов, суду предстоит оценить показания свидетеля, суду, а не вам. Продолжайте. Но Женька всегда говорила, что вот, сейчас нагуляюсь, потом выйду замуж и все. 18-летняя девушка больна ВИЧ-инфекцией. Молодой человек умышленно заразил ее смертельным вирусом. Прокуратура утверждает, что он руководствовался холодным расчетом и хотел отомстить отцу девушке, врачу-травматологу городской больницы. Но гораздо важнее, что думает по этому поводу сама девушка. Осколов вам известен? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а что вам известно, Евгения встречалась с кем-нибудь помимо Игоря? Да, она действительно встречалась не только с Игорем, но с Игорем у нее было все достаточно серьезное. Это, знаете, так, провести время. Был у нее друг один из Сомалии или из Руанды, я уже не помню сейчас. Ты что вблешь-то, а? Господин Осколов, суду предстоит оценить показания свидетеля. Суду, а не вам. Продолжайте. Но Женька всегда говорила, что вот сейчас нагуляюсь, потом выйду замуж и все. Понятно. Ваш честь разрешите? Да, слушаю вас. Я хотела бы обратить внимание суда на то, что в деле есть негативы фотографий, изъятые у свидетельницы присутствия понятых в ходе предварительного расследования. Были отпечатаны фотографии с негатива. Здесь Евгения Нифонтова. Видно, что она сидит на коленях у молодого человека, у тенокожего. Пожалуйста, посмотрите на эти фотографии. Вы здесь кого-нибудь узнаете? Да, конечно. И Женя, и вот этот молодой человек. Тишина в зале. Это Монтар! Тишина в зале. Есть возражения против приобщения фотографий у защиты? Нет, Ваша честь. Постановляю приобщить фотографии к материалам дела. Благодарю вас. Еще вопросы? Нет, Ваша честь. У защиты? Нет, Ваша честь. Марина Александровна, спасибо вам за данные показания. Займите место в первом ряду и не уходите, пока вам не разрешат. Прошу вас. Вызывается следующий свидетель. Сергей Сергеевич Прохоренко, пожалуйста. Свидетель Прохоренко. Свидетель Прохоренко. Правильно я ставлю ударение? Да, да. Прохоренко. Сергей Сергеевич, 62-го года рождения. Правильно? Да, да. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Вам это понятно? Да, да. Скажите, пожалуйста, вы работаете психиатром психиатрической клиники номер 225. Правильно? Да, да. Подсудимый вам знаком? Да, это Игорь Осколов. Он год назад был у нас в клинике на лечение. Ваша честь, разрешите вопрос. Да. Вы не подскажете, с каким диагнозом попал вам Осколов? Маниакально-депрессивный психоз. Ну, молодой человек пережил большую драму в своей жизни. Свидетель Махаренко. Любимая девушка у него умерла. Сам он заразился смертельно опасной болезнью. Все это, конечно, привело к тяжелым психическим расстройствам. Свидетель, а скажите, пожалуйста, когда человек находится в таком тяжелом психологическом состоянии, грубость других людей, она усугубляет психологическое состояние, этот дисбаланс? Однозначно усугубляет. Ваша честь, я просто хочу напомнить суду, что подсудимый пытался выяснить, почему Нифонтова заболела. Он столкнулся с проявлением грубости, неадекватности и бесчеловечности. Я считаю, это повлияло большое. Это был про санитаров, которые его вытолкали из больницы. Да, да, да. Это внесено в протокол. Пожалуйста, продолжайте допрос, коллеги. Скажите, пожалуйста, свидетель, а как долго находился у вас в больнице подсудимый? В течение трех месяцев Игорь находился у нас на лечении, получая медикаментозное и психотерапевтическое лечение. Но, к сожалению, при таком тяжелом случае это мало, очень малый срок. Очень жаль, что вы покинули нашу лечебницу. То есть вы хотите сказать, что он покинул раньше, чем закончился курс лечения? Да, курс лечения, к сожалению, не был окончен. Скажите, пожалуйста, как специалист-эксперт, можно ли назвать подсудимого сейчас здоровым человеком? Нет, однозначно нет. Психические расстройства такого типа так быстро не излечиваются. Спасибо. Будут еще какие-то вопросы? Паштите, разрешите? Да, прошу вас. Разрешите обратить ваше внимание, а также напомните уважаемому коллеге. В деле имеется заключение судебно-психиатрической экспертизы. Ее вывод подсудимый в отношении инкриминируемого деяния вменяем. Есть такое заключение, с уверяем. Больше вопросов нет к свидетелю? Нет, Ваша честь. Спасибо вам за показания. Займите место в первом ряду и не уходите, пока вам не разрешат. Может быть, будут дополнительные вопросы. Вызывается свидетель Зябликова, Прасковья Ильинична. Свидетель Зябликова. Я. Вас зовут Прасковья Ильинична Зябликова? Да. Вы родились в 42-м году, правильно? Да. Имейте в виду, что вы должны говорить правду. В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу должных показаний. Правильно ли я понял, что вы сдавали комнату Игорю Осколову с ноября 2004 года по июнь 2005 года? Да, сдавала. А что вы можете сказать про вашего жильца? Вот про характер его. Ну, что я могу сказать? Ну, претензий особых у меня к нему не было. Такой, вы знаете, чистенький, аккуратненький. Все за собой убирал. Очень чистенький такой мальчик был. Очень хороший. Так он и есть до сих пор. Да, я понимаю. А вот странности в его поведении? Странности в его поведении были какие-нибудь? Вы знаете, конечно, странности у него были. Он мне показался очень замкнутым, неразговорчивый. Скажите, пожалуйста, а вы в его комнату заходили? Заходила. Заходили. Понятно. Иногда заходил прибраться, посмотреть, все ли на месте. Понятно. Скажите, а что-нибудь необычное заметили в его комнате? Вы знаете, с потолка до пола висели разные фотографии мужчины. Такие прямо, вы знаете, страшно становятся. Такие они были очень сильно изрисованы и порезаны. Пожалуйста, вот посмотрите на присутствующих в зале заседания. Кого-нибудь узнаете? Ну вот, по-моему, вот этот мужчина был на фотографии. Ну, очень уж он был так сильно замазан чем-то и порезан. Лицо порезано. Лицо порезано. Вы знаете, прямо все так сильно было порезано и испачканно красной кровью. Красной краской под кровь, понимаете? Все было зарисовано так. А потом, вы знаете, стали появляться фотографии девочки. Такая очень хорошенькая, красивая такая, аккуратненькая девочка. Ваша честь, разрешите? Да, прошу вас. Ваша честь, в материалах дела опять-таки имеется осмотр комнаты, которую занимал подсудимый. И вот в ходе этого осмотра со стены были изъяты фотографии. На них видно, что здесь сняты доктор Беккер, его дочь Анастасия. И вот изображение Беккера порезано. Все испачкано какой-то краской, что-то тут прорисовано ему. А вот Анастасия фотографии. Вот они. И я для сведения... Тишина в зале в порядку. Сторона защиты возражает против приобщения фотографий к делу? Ваша честь, я не возражаю против приобщения фотографий к делу, но хочу напомнить... В таком случае я удовлетворяю ходатай. Но хочу напомнить своему коллеге, что в этот период подсудимый находился в тяжелом психологическом состоянии. И уж такие замечания, как хладнокровно, считаю неуместным. А я вам напоминаю, что он просто выслеживал этих людей с жаждой мести. А вы слышали диагноз? Маниакально-депрессивный психоз. Этим все сказано. Калина, поберегите порох до судебных прений. Еще вопросы к свидетелю. Скажите, пожалуйста, как долго эти фотографии висели в комнате Игоря? Вы знаете, долго. Очень даже долго. А потом в один прекрасный день Игорь их снял все и спрятал. И в тот же день девушка с фотографией пришла к нему в гости. Скажите, пожалуйста, а часто она к нему в гости приходила? Ну вот с тех самых пор почти каждый день, да, каждый день приходила. Запрут у себя в комнате, что уж они там делали, мне не слышно было совсем. Дай, пожалуйста, вопрос. То есть вы хотите сказать, что он любил Настю? Искренне? Я думаю, что да. Я думаю, что он любил Настеньку, он любил. Как вы могли это понять? Нет, вы... Тихо, тихо. Я обращаю внимание сюда, что это единственный человек, который мог наблюдать за тем, как развивались их отношения. Ну, может быть, вы скажете, на основании чего вы такой вывод сделали? Настеньку он любил. Он никого, никого не водил, кроме Настеньки. Больше к нему никто не приходил. Никаких звонков посторонних не было. Это положительно влияло на его характер. И он такой стал хороший, такой разговорчивый. Мне даже, со мной даже делился какими-то своими событиями. Он любил. Любил Настеньку. Это точно. Заманил девушку в сети. Вот она, жертва. Уже, как говорится, готовая здесь, при нем. При чем? Вот не так, что было. Я сказал, жертва. Сядьте под судимой. Ваша честь, защита настаивает на том, что у них были искренние отношения. И никакого отношения к мести, на которое все время напирает представитель обвинения, не имеет никакого отношения. Коллега, девушку 18-летнюю с ПИДом заразить специально. Какая любовь может быть? Суд разберется. Суд разберется, коллега. От большой любви заразил ее специально. Думаете так все просто, что ли? Коллеги, я понимаю, подсудимый постоянно мешает нам работать. Но вы, коллеги, должны, я думаю, сохранять профессиональное хладнокровие. Прошу прощения. Прошу прощения. Отлично. Разрешите вопрос к свидетелю. Да, прошу вас. Скажите, как часто вы с ним общались? Ну, разговаривали с подсудимым? Редко. Он такой замкнутый был и неразговорчивый. Вот только после Настеньки немножечко более разговорчивый стал. А так вообще очень редко я с ним разговаривала. Совсем редко. Понятно. Значит, о его чувствах и мыслях вы судить, в принципе, не можете. Раз вы редко с ним общались. Я так понимаю. С вами нет. У меня нет вопросов. Нет вопросов. Есть вопросы? Нет, Ваша честь. Нет. Спасибо вам за данные показания. Пожалуйста, займите место в первом ряду и, пожалуйста, не уходите до окончания судебного заседания. Спасибо большое. Вызывается Анастасия Анатольевна Беккер. Пригласите свидетеля. Свидетель Беккер. Извините. Упрости меня. Я тебя люблю. Я тоже люблю. Все с тобой нормально. Тебя не обижали. Нет, меня не обижали. Тебя люблю. Анастасия Анатольевна. Анастасия Анатольевна, пройдите, пожалуйста, за свидетельское место. Стань. Стань. Пожалуйста. А вы под судимой сядьте. Я совсем недавно давал вам разрешение на свидание в следственном изоляторе. Поэтому сейчас возьмите себя в руки и отвечайте на вопросы суда и участников процесса. Он не виноват. Отпустите его. Я его очень люблю. Одну минуту, Анастасия Анатольевна. Давайте выполним формальности все-таки. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Вы должны говорить только правду. Вам это понятно? Да. Пожалуйста, скажите, вы дочь Анатолия Эрнестовича Беккера, правильно? Да. Которая присутствует в зале. И вы студентка первого курса филологического факультета университета, правильно? Да. В каких отношениях вы с подсудимым находитесь? В самых близких. Мы с ним познакомились. Сразу стали встречаться. Правда, сперва встречались несколько раз в неделю. Потом, каждый день мы не могли не видеться. Если мы не виделись, то все это для нас была катастрофа. А при каких обстоятельствах вы познакомились? Мы познакомились в цирке около входа. Он ко мне подошел и сказал, что я ему очень понравилась. Ну, как обычно это все происходит. И вы встречались очень часто, да? Будут вопросы? Да, разрешите. Анастасия, скажите, пожалуйста, у вас были с ним интимные отношения? Я считаю, что если люди любят друг друга, в этом ничего плохого нет. Поэтому, да, были. Скажите, а он вам предлагал скрывать ваши отношения? Ну, не скрывать, он сказал, чтобы я никому не говорила, потому что тайна это очень романтично. Я тоже с ним согласна. Ну, а что же скрывать любовь? Почему это плохо? Почему это надо скрывать? Не хотела, чтобы кто-нибудь лез. И потом начинает сразу лезть, воспитываясь, сразу потом говорит, вот, вы там не так все делаете. Я не хотела этого, и он тоже этого не хотел. Мы хотели, чтобы это... Это наши приличные отношения. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Анастасия рассказывала, что он потерял свою любимую девушку? Нет. А вы знали о том, что он испытывал ненависть и жажду мести по отношению к вашему отцу? Протест, ваше честь. Протест принимается, вопрос наводящий, и его надо переформулировать. Хорошо. Тогда скажите, вы знали о том, что он знаком с вашим отцом? И какие у них отношения были? Нет, не знала. Но это для меня не было... Не важно было. Мне было не важно, как он там относится к папе, как папа к нему относится. Мне было все равно. Скажите, а вам важно то, что он вас заразил с ПИДом? Вы вообще отдаете отчет? Коллега, дайте мне возможность спросить. Вы понимаете, что произошло, что он сотворил с вашей жизнью? Он вас заразил с ПИДом, неизлечимой болезнью. Протестую, Ваша честь. Я прошу переформулировать вопрос, потому что виновность подсудимого еще не установлена. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что подсудимый, зная, что он болен с ПИДом, вступил с вами в интимную связь? Я знала. Он мне сразу все это сказал. Я знала. Я осознанно нашла на этот шаг. Я осознала, папа. Анастасия, вас предупредили, что нужно говорить правду. Я правду говорю. Правду говорю, я лучше знаю тебя. Ваша честь, разрешите вопрос? Да, разрешаю. Подсудимая, я еще раз хочу вам спросить. То есть вы до вступления в интимные отношения знали, что он болен? Да. Спасибо. Анастасия, зачем? Я не знала. Скажите, пожалуйста, Настя, вы сознательно пошли на то, чтобы от него заразиться с ПИДом? Да. Зачем вам это нужно было? Я его любила и люблю до сих пор. И знала, что если он болен, то он рано или поздно умрет. А жизнь без него не имела смысла. Я бы тогда... Ты говоришь. Я бы тогда все равно бы умерла. Тут умрем мы вместе. Он специально тебя заразил. Что ты говоришь? Дополнительные вопросы. У меня нет, Ваша честь. Нет. Какие-то новые сведения хотите сообщить суду свидетелю? Ваша честь. Да. У меня имеется справка. Я прошу ее приобщить к материалам дела, что Анастасия беременна. Вы это подтверждаете? Да. Девятая неделя. У меня есть справка, просто я не хотела. Нет возражений против приобщения этого документа к делу. Постановляю ходатайство удовлетворить, справку медицинскую к делу приобщить. Спасибо. Вернитесь за кафедру. Что ты? Ты чего? Я бы хотела сразу сказать, что я тебя забрал. Настя. Еще вопросы к свидетелю. Ваша честь, разрешите. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы можете припомнить дату, когда вам подсудимый сообщил о том, что он болен? Нет. А в какой форме он это вам сообщил? По телефону, при личной встрече, письмо написал? При личной встрече. Я считаю, что в таких случаях надо сразу говорить глаза в глаза, а не каких там телефонов и смсов. Я думаю, вопросы сейчас задает прокурор. Прошу вас, Марина. Подсудимый отговаривал у вас от интимных отношений? Нет. Он наставил на этих отношениях? Не помню. А он вам предлагал предохраняться? Я не знаю, что вы от меня хотите. Я уже все сказала. Я хочу выяснить. Он, зная о том, что болен неизлечимо, предлагал вам предохраняться? Сейчас это распространено. Проблем-то нет. Какие проблемы? Я не помню. У меня такое чувство, что вы его просто покрываете. Нет, нет. Протестуй, Ваша честь. Протест отклоняется. Я его не прикрываю. Я его люблю. Отпустите его. Он ни в чем не виноват. Хорошо. Значит, мы допрашивали вашего отца. И он нам сказал, что когда вы узнали о том, что больны с ПИДом, у вас случилась чуть ли не истерика. Я потому что... Я не знала, что папа об этом узнает. Вот так вот. Если знали о том, что он болен с ПИДом, значит, возможность заразиться была. Что вас тогда так поразило? Почему вы так отреагировали? Я его люблю. Я хотела провести всю свою оставшуюся жизнь с ним. Я специально так сделала. Что сделали специально? Пошла на этот осознанный шаг. Не предохранялась. Чтобы с ПИДом, чтобы заразиться, чтобы вы, молодая девушка, студентка, у которой вся жизнь впереди, пошли специально. А что нельзя было быть рядом с этим человеком и не заражаться от него с ПИДом? Нельзя. Провести с ним остаток жизни, помочь ему вылечиться. Надо было самой обязательно заразиться. Ну, по-моему, свидетельница сказала все, что хотела. Может быть, у адвоката есть? Да, вопрос не снял. Нет, Ваша честь. Нет. Спасибо вам за показания. Вы можете сесть рядом со своим батюшкой. Какие-то ходатайства в связи с новыми обстоятельствами? Я бы просила бы возможность задать дополнительные вопросы свидетелю Зябликовой. Да, Прасковья Ильинична, пожалуйста, встаньте за кафедру еще раз. Вы помните мое предупреждение об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Да, Ваша честь, еще один момент. Я хотела бы обратить ваше внимание, в деле действительно имеется справка о том, что Анастасия Бекер заразилась, у нее тоже обнаружен вирус ПИДа. Справка от 4 июня 2005 года. Да. Пожалуйста, задавайте вопросы. Свидетель, скажите, пожалуйста, вы были дома 4 июня 2005 года? Да, была. А в тот день приходила Настя к Игорю? Да, вы знаете, приходила. Приходила. Что-нибудь слышали? В тот день Настенька так рыдала, так рыдала, она выла, как собака. Они кричали, они ругались. Но что, из-за чего, я ничего не могла понять. Но она так кричала, так ругала. Я только подозреваю, что он что-то, видимо, то ли с болезнью, то ли... Ну, какие-то причины я не очень хорошо поняла. Мне все-таки... Я в другой комнате. Понятно. Слышно, понятно. То есть вы подтверждаете, что у нее был скандал? Да, скандал в тот день был. Вопросов нет. Есть вопросы, сестры? Нет, Ваша честь. Нет. Спасибо вам за показания. Сядьте, пожалуйста. Будут ли у сторон еще свидетели? Нет, Ваша честь. Можем ли мы считать судебное следствие завершенным? Да. Да. В таком случае слово для поддержания государственного обвинения предоставляется старшему советнику юстиции Марине Борисовне Улищенко. Слушаем вас, коллега. Ваша честь, я думаю, что у вас сомнений не осталось, что подсудимый виновен в инкриминируемом деянии. Но я считаю, что настоящей жертвой преступления по этому делу является не Настя, является ее отец, доктор Беккер. Потому что именно в отношении него подсудимый задумал жестокий, изощренный план мести, и этот, к сожалению, план ему удалось осуществить. Он решил ему отомстить жестоко, а что может быть хуже, чем отобрать у отца единственного ребенка? Ведь Настю он заразил, и заразил неизлечимой болезнью. А что касается Насти, ну, даже не знаю, что сказать. Она еще молода, наивна, очень любит его, она просто не представляет. Настя, вы просто не представляете, что значит болеть такой болезнью, жить в нашем обществе, что вам предстоит перенести, и через какие уезжения придется вам пройти. И я боюсь, что от такой любви не останется никакого следа. Она просто лопнет, как мыльный пузырь. Нет. Ну что подсудимый? Он болен неизлечимой болезнью. Заразил любимую девушку. Сейчас выясняется, что Настя беременна. Значит, поставлена под угрозу здоровье и жизни их общего ребенка. Ну вот какое наказание можно просить ему? Ваша честь, я прошу вас самому назначить наказание, какое вы сочтете возможным по данной статье. Благодарю вас. Слово для защиты предоставляется адвокату Александру Станиславовичу Трещеву. Спасибо, Ваша честь. Ну что здесь сказать? Мы сами все видели. Ужасная трагедия произошла в жизни молодых людей, группы молодых людей. Мой подзащитный Игорь Осколов страдал маниакально-депрессивным психозом. Его неуемная энергия пыталась выйти наружу и найти ответ на вопрос, кто же виновен в жизни его любимой девушки. На этом пути он встретил другую юную девушку, в которой искренне улюбил и был любим взаимно. Ваша честь, мы все слышали и видели, какие теплые и добрые отношения между ними. Защита считает возможным применить статью 76 Уголовного кодекса Российской Федерации и освободить от уголовной ответственности подсудимого за преступление, предусмотренное статьей 122 Уголовного кодекса. Ваша честь, я прошу дать ему возможность заботиться об Анастасии и об их ребенке. Спасибо, Ваша честь. Благодарю вас. Реплика будет? Нет. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Игорь Васильевич Аскулов, вы имеете право обратиться к суду с последним словом. Настя, прости меня. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Ты меня извини, пожалуйста. Извини, Настя. Все у меня. Все у вас. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. 18-летняя девушка больна ВИЧ-инфекцией. Молодой человек умышленно заразил ее смертельным вирусом. Прокуратура утверждает, что он руководствовался холодным расчетом и хотел отомстить отцу девушки, врачу-травматологу городской больницы. Но гораздо важнее, что думает по этому поводу сама девушка. Прошу всех встать. Суд идет. Оглашается приговор. Рассмотрев уголовное дело, федеральный суд приговорил. Игоря Васильевича Осколова признать виновным в умышленном заражении другого лица ВИЧ-инфекцией, то есть в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать наказание условным с испытательным сроком 3 года. меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Прошу садиться. Игорь Васильевич Осколов, встаньте, пожалуйста. Я разъясняю вам мотивы своего решения. Закон не позволял мне прекратить это уголовное дело, как просил ваш адвокат, потому что физический вред, который вы причинили пострадавшей, не был заглажен. Вы совершили преступление из мести за свою погибшую девушку и пострадали невинные люди. Однако я считаю, что ваша ситуация почти уникальна, и возможность повторения вами того же преступления практически исключается. Что касается наказания за то, что вы уже совершили, то я нахожу ваш поступок просто отвратительным. Однако лишить вас сейчас свободы означало бы просто пополнить армию заключенных ВИЧ-инфицированных еще одним больным человеком. И знаете, меня бы это не остановило, если бы не одно обстоятельство. Такой приговор привел бы в отчаяние Анастасию, вашу девушку и жертву вашего преступления. Поэтому вы остаетесь на свободе именно благодаря ее участию и ее любви. Этот приговор может быть обжалован в вышестоящий суд в течение 10 суток. Возможно, прокурор принесет представление на этот приговор. Вы получите копию этого приговора и сможете защищаться, находясь на свободе. Вам понятен приговор подсудимой? Да. Вам понятен порядок обжалования приговора? Да. В таком случае судебное заседание я объявляю закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok